Добрый день, земляне! Сегодня хотелось просто подробнее рассказать об этом фильтре для очистки воды. Значит, долго думал, какой фильтр мне пригодился бы в тех местах, где он вообще нужен, потому что тогда нужно, конечно, качать воду из какой-нибудь лужи, и тогда, значит, ну есть несколько вариантов, конечно, есть такие фильтры типа соломинка, через который можно только пить фильтровую воду самому, но если нужно как бы залить, залить, скажем, в котелок воду, не будете же сплевывать туда. Поэтому вот вы как бы думал над фильтром, в котором можно было бы фильтрацию осуществлять таким встроенным насосиком. Ну, для нищеброда не подходили всякие дорогие фильтры, там были по 5-8 тысяч вот сейчас на состояние 2016 года. Вот, потому что, ну, не супер он там всегда мне нужен, во-первых. Во-вторых, для 8 тысяч найду, получше применение. Короче говоря, остановился на китайском варианте. Фильтр вот с накачкой, с помпой. Такой, значит, что обещает производитель? Производитель присылает с фильтром инструкцию, бумажку, куча каких-то китайских ОТК, так вот коробочку. Коробочку, сразу скажу, носить никуда не советую. Она тяжелее самого фильтра, прилично. Если фильтр весит, как написано, здесь 88 грамм, примерно 88. Ну, скажу, что он весит, может быть чуть-чуть больше, после того, как вы прокачаете водой, там немножко останется воды в фильтре, пока она не высохнет, он будет весить немножко больше. Но коробка весит вот эта. Коробка добротная, весит прилично много. Значит, носите фильтр в обычном пакетике, полиэтиленовом. А в коробку можно положить что-то дома, типа, вот, я не знаю, взять очки. Вот. У вас будет просто халявная очечница. Может быть, китайцы так и задумывали, честно говоря, потому что подходит прям идеально. Можно положить, не знаю, мелочь там для пайки, а еще что-нибудь. Штука солидная такая, она, скажу, очень прочная. Где-то в рекламе говорится, что этот фильтр там чуть ли не для китайского спецназа какого-то там суперского. Ну, может быть и так, но вот, если мы поболтаем, мы слышим, как болтаются там шарики, которые выполняют роль клапанов двух. Поэтому, думаю, и отбавиться от этого никак не получится. Поэтому, думаю, спецназу китайскому такой фильтр я бы не рекомендовал. Вот, хоть он и тихо гремит, практически не слышно, но, наверное, у спецназа должны быть вещи, которые не гремят совсем. То есть, как он устроен? Понятно, здесь всасывающий шланг. Мы его макаем в какую-то приемную емкость, там, в грязную лужу, там, или, не знаю, куда-то, в какой-то водоем. Здесь поплавочек. Вот, если водоем достаточно глубокий, лучше, конечно, так притопить, как бы, чтобы дна не достигало, притопить, плавочек это будет работать. Тем более, советую притопить, когда качаете, такие достаточно, увидеть такие перепад давления, эта штука будет болтаться, поэтому, чтобы она не выскакивала там из воды, лучше притопить. Вот, а из этого, из этой трубки, она, примерно, по диаметру, как трубка из-под капельницы, поэтому, наверное, даже взаимозаменяемая, вы будете получать чистую воду. Производитель что говорит? Значит, что на 99 и... Сколько-то там еще этих самых, короче говоря, бактерий, ну, практически на 100% удаляет все бактерии из воды. Стафилококки, сальмонеллу, холеру, ну, и каких-то еще, короче говоря, почти все, какие известные этому производителю. Что еще? Значит, взвеси он удаляет полностью все из воды. То есть, если у вас что-то там, какая-то взвесь в воде, вот, мельчайшая даже, он полностью удалит, абсолютно полностью. Значит, если у вас что-то растворено в воде, типа там, солей каких-то там, ну, вот, правда, тут написано, что соль тяжелых металлов он удаляет. Вот, но если вы посолите воду, или это будет какая-то там, что-то типа, кока-кола, то, конечно, такое он отфильтровать не сможет. Значит, как осуществляется здесь фильтрация? В самом фильтре есть, значит, вот эта штука вынимается, носик этот. Здесь вот есть для герметизации резиновое специальное это самое колечко. Можно вытащить, чтобы удобнее было. Там проточка, наверное, какая-то. Вот, здесь стоит керамический картридж. Керамический картридж. И сначала жидкость, проходя через насос, и выходя вот здесь внизу, она фильтруется через этот керамический картридж. Через него бактерии, значит, ну, здесь вот ничего не видно, конечно, но это просто кусок керамики. То есть мы прокачиваем прямо через керамику. Чистится он просто, если он забьется какого-нибудь там, там самым взвесью, просто берется шкурка. Вот, производитель тоже кладет кусок шкурки. Ну вот, и запасной еще этот самый для насоса манжету какую-то, не манжету, а какое-то колечко резиновое. Вот. Значит, сначала прокачивается через этот фильтр керамический, а внутри, здесь, наверное, не очень, и внутри еще, наверное, активированный уголь. Потому что внутри тоже что-то есть, там какая-то аббревиатура стоит. Я думаю, что внутри еще уголь. Ну, угля немного, потому что много уголя не влезет. Значит, толщина стенки вот этой керамической, она там где-то, наверное, миллиметров, миллиметра 3-5-то точно. Такой достаточно толстый слой керамики. Через него фильтруется жидкость, потом через уголь, и выходит. Значит, ресурс 2000 литров, обещает производитель. Потом можно не выбрасывать, а заказать просто новый вот этот картридж. Вот, и продолжить дальше фильтрацию. Ну, покажу сейчас, как он работает. Долго думал, чего взять для этой демонстрации. Кстати, производитель пишет, что не прокачивайте для него для тестов колу. Вот, там всякую эту самую химию, потому что это испортит, как бы, фильтр. Ну, не знаю. Возьмем просто кофейный раствор. Такой вчера пил кофе, оставил немножко раствора. Там будет много взвеси. Много всякой взвеси. И посмотрим, как он это отфильтрует, и что будет. Значит, если кто-то будет чинить его, или что-то это самое, сомневается, что он... Вот, короче говоря, вот это одна деталь. Деталь номер два, это поршень насосовался с этой гайкой накидной. Здесь всё сделано, как в детской игрушке, очень просто. Не надо больших усилий при качении прикладывать. Потому что поршень это вы можете сломать. Хотя он, это самый, пластмасса здесь такая достойная. Ну, как бы, если вы китайский спецназовец, рекомендую все силы, как бы, не прикладывать. На всякий случай. Простейшая конструкция. Насосик. Здесь трубка. Значит, здесь снизу два, как бы, сделаны клапана. Один клапан открывается время закачки. Когда вы подаете фильтр наверх, происходит закачка. Потом, когда вы пускаете фильтр вниз, этот клапан закрывается шариком, а и открывается другим шариком. Путь для воды вот сюда. В саму фильтрующую же ёмкость. И дальше она выбрасывается. Простейшая конструкция. Простейшая. Цена тоже, как бы, вполне что-то такое. Он там достался мне за 1200, что ли. Это уже было после повышения доллара. 1200. Причём, как бы, ещё такое произошло. На Алиэкспресс я его покупал. Значит, что-то там на почте грохнули, видно, сильно эту самую. Разбили фильтр мне. Разбили. Но, видно, какие-то большие усилия приложили, потому что, как бы, на самом деле, не такой, как бы, хлипкий. Вот, я написал этому самому продавцу. Он мне за 300 рублей выслал ещё один комплект. Полностью новый. Я вот ещё долго извинялся. Второй комплект я ронял. Там он у меня падал, это самое. Но сломать его уже не смог. Ну, ладно. Что ещё можно сказать здесь? Английская инструкция к нему лежит. Вот она так практически бесполезна, конечно. Единственное, что написано, ну, прокачайте, конечно, там, пол-литра перед тем, как вы будете пить. И, так сказать, перед тем, как убираете фильтр, там, просто просушите его, ну, на долгое хранение. Вот. А потом опять прокачайте, там, пол-литра. Ну, здесь всякое-то ещё барахло. Вот, в общем-то, всё понятно. Давайте посмотрим, как он качает. Ну, чтобы вы могли оценить, если кому-то интересно, насколько быстро всё это происходит. Ну, и вот мы с вами, наконец, переместились сюда, в лабораторию Российской Академии Наук. И с помощью специального высокотехнологического оборудования мы проверим, как быстро и как качественно качает. Возьмём, значит, воды чистой, испортим её, испортим, значит, вот этой вот раствором кофе. Здесь, значит, достаточно много частиц, всяких, это масляная плёнка, значит, частицы этого кофе. Они есть и здесь крупные достаточно, ну, явные, в фильтрах, так сказать. И вот есть и мелкие. Ну, давайте проведём тест вот этот кофейный. Не очень полезный, может быть, для физика, как бы, производитель. Вот, значит, секундочку. Мы уже сделали до этого один дубль. И оказалось, что, вот, давайте посмотрим. Здесь есть сетка предварительной очистки. Вот, у нас очень много, очень много фракций, крупных особенно. И вполне возможно, что, так сказать, вот это вот входное отверстие, как на всех абсолютно насосах, вот, подзабивается. Он придёт, приходится чистить иногда. Вот, потому что лёгкие фракции, вот эти большие, они забивают отверстия. Ну, что, допустим? Нет, не запустим. Допустим. Всё, поехали. Не нужно качать со страшной силой. Лучше качать достаточно, ну, в спокойном темпе. Вот, то, что появляется пена, ну, вот, в отфильтрованном, скажем так, напитке, это нормально, как говорит производитель. Он говорит, что это результат того, что это проходит через мерки, мелкие поры вот эти, там, не знаю, насыщается, может быть, что-то, скажем, воздухом, или что-то в этом роде. Вот, то есть, точно так же, как и в начале, как он говорит. Так, при первичной этой, может быть, там, чуть-чуть чёрно надо будет слить этих самых от угля. Вот мы уже практически докачали. Всё, конец, да? Всё, больше уже. Так, стоп. Вот, не прошло и минуты. Не прошло и минуты. И у нас, да, вот, значит, ну, грязи, конечно, очень много. Много в том, что мы сделали, потому что вот, вот как забита входная трубка, но, тем не менее, через неё всё прокачалось. Вот, иногда бывает, что её надо как бы прочистить, там, в процессе. Ну, здесь, конечно, вот, этих таких больших и этих самых, вот, то, что осталось на дне, много. А давайте посмотрим теперь на то, что у нас получилось. Что у нас получилось? У нас получилось вот что. Получилось пиво. Нет, не пиво. Но вот так по цвету похоже. Конечно, не сравнить. Не сравнить с тем, что было. Давайте посветим внутрь. Вот. Не знаю, хорошо ли так видно. Никаких здесь, никаких этих самых нету. Никакой взвеси абсолютно. Давайте посмотрим, кстати, так, для интереса ещё, что там внутри. Вытащим этот замы и посмотрим. Нет, можно вытащить. Ага. Ну, вот теперь смотрите. Покажите, пожалуйста. Вот вся взвесь, вот эта, она осталась на, на внешней стороне даже вот этого картриджа. На внешней стороне керамического картриджа. Давайте пустим воду и посмотрим, сколько вот он. Вот видите, это вот эти мелкие частицы. Поверхность картриджа, она такая очень гладкая, поэтому просто стирается грязь. Она не забивается ни в какие-то, вроде бы, эти самые видимые поры. Вот можно взять зубную щётку, не знаю, и почистить, как зубы, как картриджа. Потом надо высушить. И всё. Всё как заразно. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»